что пацаны мальчики и девочки а также их родители хорошую автономность на смартфоне сел не не хотите ли короче я недавно снимал обзор о настройке оптимизации пока x3 pro на прошивками уайт 14 после этой оптимизации мне удалось увеличить автономность смартфона до рекордных 16 часов работы экрана это максимум который мог вытянуть сериальный смартфон я оптимизировал телефон теперь его просто ну хрен посадишь но ты даешь вот такой вот график разряда батареи 8 дней 2 часа 27 минут также при использовании батареи можно обратить внимание что использовалась система android mts музыка вк youtube яндекс карты то есть такое стандартное использование без игр не могу сказать что прям пытался экономить заряд смартфона просто пользовался им как обычно но при этом автономность реально порадовала такую оптимизацию на миуай я делал у кого смартфоны на миуай можете вот по рекомендации пройти посмотреть ссылка также будет в описании в этом же ролике время не стоит на месте поэтому в скором времени новые смартфоны получат hyper os вот у меня пока x6 pro он уже из коробки работает на hyper os поэтому я сегодня хочу показать оптимизацию hyper os ну и по классике своего канала очень много будет роликов по оптимизации настройкам hyper os поэтому подписывайтесь друзья чтобы не пропустить короче давайте начнем у меня пока f5 имеется на него буквально недавно прилетело обновление как раз на hyper os до этого он работал на 14 миуай и вот после обновления на hyper я как раз хочу провести оптимизацию и показать вам что можно сделать со смартфон сейчас в интернете немного фишек по оптимизации hyper os поэтому друзья будьте внимательны берите свой смартфон в руки пошла села на диван что мне там делать отдай телефон и по порядку заходим в настройки обновление компонентов 3 точки в верхнем углу обновление компонентов уведомление о наличии обновлений отключаем и автоматическое обновление также отключаем возвращаемся в общие настройки в поиске настроек пишем печать заходим настройки печати и видим службы печати если вы смартфон подключаете к принтеру и печатать из него что то не отключайте это мы же такой ерундой не занимаемся поэтому системный сервис печати отключаем и также отключаем мехом использовать службу печати теперь в общих настройках находим раздел звук и вибрация и тут я отключаю тактильный отклик мне эта функция не нужна зачем лишний раз расходовать энергию на вибромотор зачем лишний раз расходовать энергию на работу динамика разными звуками например звуком набора номера звуком нажатия блокировки устройства и так далее вот зайдите в расширенные настройки в настройках звука и вибрации и отключите здесь все звуки которые вам не нужны для работы смартфон вернулись в общие настройки выбираем уведомление строка состояния уведомление приложений и тут будет список всех приложений установленных на вашем смартфоне по ним пройдитесь и отключите уведомления от тех приложений которыми вы не пользуетесь на постоянной основе например мне не нужно уведомление от google play поэтому я просто отключаю это уведомление дальше прохожу ниже и например менее нужны уведомления от галереи зачем она нам отключаем таким образом пройдитесь по всем приложениям и отключите уведомления от тех приложений уведомления от которых вам не нужно возвращаемся в общие настройки проходим в рабочий стол тут я отключаю минус 1 экран мне не нужно чтобы постоянно подгружался из интернета новостная лента и тратил на это заряд батареи возвращаемся в общие настройки и в самом низу находим раздел конфиденциальность тут в отличие от мюай у нас добавились такие пункты как доступ к камере мы можем его запретить и доступ к микрофону это полезно действительно для конфиденциальности но я рекомендую тут отключить автозаполнение от google эта функция позволяет подставлять пароли и адреса данные банковских карт и другую информацию сохраненную в аккаунте google я этим не пользуюсь поэтому автозаполнение google отключаю самом низу в разделе конфиденциальности есть пункт использование диагностика это тоже некий шпион который собирает ваши данные отправляет их на сервера google чтобы улучшить android нам это не нужно поэтому заходим сюда и использование диагностику отключаем вернувшись в общие настройки находим пункт батареи у меня всегда телефон работает в режиме экономия энергии таким образом работает меньше процессов фоне на работоспособность смартфона это никак не влияет в игрушки на телефоне я редко играю поэтому экономия энергии действенный способ продлить автономную работу смартфон мы можем зайти в настройки экономия энергии и выбрать здесь функции которые вам необходимы у меня включено не включать экран при получении уведомлений отключить активный экран на пока f5 он работает и так 10 секунд поэтому смысла в нем я не вижу отключаю возвращаюсь назад выбираю пункт защиты батареи и тут включают тумблер защита во время зарядки ночью таким образом в ночное время суток при подключении к быстрой зарядки смартфон будет заряжаться медленнее тем самым будет меньше износ батареи спешить нам некуда но ресурс батареи мы продлим дополнительных функциях я обычно отключаю мобильный интернет через 30 минут и очищаю память через 10 минут вернувшись в общие настройки выбираем пункт приложения я выбираю все приложения и выбираю автозапуск обратите внимание чтобы у вас в автозапуске не работало ненужных приложений например карусель обоев я этим не пользуюсь отключаю ватсап тоже отключаю даже при отключении автозапуска уведомление от ватсап приходится равно то есть у меня в автозапуске не работает ничего телеграмм ватсап все в мессенджеры уведомления от других приложений они все равно приходят нажимаю тут сверху на три точки показывает системные приложения видим что камера тоже работает фоновом режиме и поджирает заряд батареи поэтому я тоже ее убираю из автозапуска возвращаюсь назад на один шаг и тут выбираем три точки выбираем прочие настройки и отключаем уведомлять о наличии обновлений если вам это не нужно и также отключаем получать рекомендации тем самым мы отключим рекламу вернувшись на шаг назад нам нужно проделать большую работу тут мы по всем приложениям проходим и зайдя в каждое из приложений выбираем контроль активности если вы этим приложением не пользуетесь выбирайте жесткое ограничение таким образом при выходе из приложения она будет закрыта из фоновой работы для экономии энергии я включаю жесткое ограничение практически для всех приложений кроме мессенджеров социальных сетей видео и аудио сервисов то есть плеер чтобы у меня из фона не выгружался я не включаю в нем жесткое ограничение но вот к примеру у меня работает mts music и в контроле активности выбран умный режим если умный режим закрывает работу приложения то ставим уже нет ограничений таким образом мы проходим по всем приложениям установленным на смартфоне и заходим в раздел контроль активности выбирая работу того или иного приложения в фоновом режиме теперь в общем меню заходим в расширенные настройки выбираем даты и время я отключаю использовать данное местоположение часы и так сами настраиваются через интернет и также отключаем двойные часы возвращаемся назад и выбираем пункт язык и ввод текущая клавиатура джи борт у меня управление клавиатурами я не пользуюсь голосовым вводом если также не пользуетесь отключая возвращаясь на шаг назад я выбираю автозаполнение google я этой штукой не пользуюсь поэтому выбираю нет также кстати в настройках языка и ввод выберите управление клавиатурами и выбирайте клавиатуру джи борт тут тоже можно ее поднастроить я выбираю в настройках показывать ряд цифр на автономность это не влияет но просто удобнее пользоваться клавиатурой показывать переключатель языков отключаю виброотклик на нажатие клавиш это уже влияет на автономность непосредственно и долгое нажатие символы включаю на шаг назад возвращаюсь выбираю тему поскольку у нас amoled экран чем больше темных цветов на экране тем больше он держит автономность поэтому я выбираю темную тему клавиатуры исправление текста тут ничего не трогаю кроме одного пункта автоисправление напрягает когда что-то пытаешься напечатать google думает что ты пишешь другое слово и исправляет его поэтому автоисправление я отключаю далее непрерывный ввод я этой функции не пользуюсь поэтому отключаю тут все возвращаюсь назад голосовой ввод тоже не пользуюсь поэтому отключаю ну и ниже самое главное конфиденциальность отключаем отправлять статистику на серверах google и персонализацию для вас также улучшение для всех все вот это вот отключаем для того чтобы google не собирал статистику и не отправлял ее на свои сервера теперь в общем меню настроек выбираем расширенные настройки снова и тут можно пройти в раздел аккаунты и синхронизация и отключить автосинхронизацию данных опять же если вы этим не пользуетесь друзья так же как мы знаем на сяоми как в miui так и в hyperos осталась куча своих собственных приложений одно из них это приложение безопасность и тут мы тоже кое-что можем поднастроить нажимаем тут на шестеренку сверху и выбираем передача данных если у вас на смартфоне ограниченный пакет трафика интернет то выбирайте sim-карту которая вам нужна включайте контроль трафика выбирайте тарифный план месячный лимит трафика выставляем к примеру 10 гигов у вас пакет интернета выбираем при превышении уведомлять и порог предупреждения можете выбрать например 90 процентов дата начала учета выбираем тот день с которую вы оплачиваете сим-карту возвращаемся на шаг назад и видим появившийся пункт вот расхода трафика лимиты уведомления и вы можете выбрать тут суточный лимит например вы хотите в день тратить не более 300 мегабайт включаете суточный лимит выбираете лимит трафика и выбирайте готовые какие-то дат пресеты либо нажимайте особый и вписывайте сюда свой объем трафика который вы хотите тратить за день у безлимитный интернет поэтому контроль трафика я отключаю это также поможет сэкономить заряд батареи теперь во всех приложениях на смартфоне я нахожу предустановленное приложение загрузки нажимаю тут на три точки прохожу в настройки и отключаю получать рекомендации тем самым мы отключаем рекламу в приложении загрузки как видите реклама и настройки очень похожи на настройки my поэтому реклама в хайпер с также присутствует теперь более глубокие настройки заходим в общие настройки выбираем раздел о телефоне нажимаем на xiaomi hyper os на три точки нажимаем и настройки отключаем загружать через вай фай загружать через мобильный интернет тем самым мы отключим автоматическую загрузку и автоматическое обновление системы hyper os далее по версии о с для пока нажимаем несколько раз внизу появляется надпись что мы стали разработчиком возвращаемся на шаг назад и внизу в настройках выбираем расширенные настройки тут у нас появился в самом низу раздел для разработчиков ранее скрытый проходим в него находим тут пункт трассировка системы и отключаем записать действия на телефоне и также записывать действия приложений доступных для отладки вот эти настройки необходимы для разработчиков приложений они нам обычным пользователям не нужны они сильно жрут заряд батареи и ведут статистику использования смартфона записывая ее в отдельный журнал не спешим выходить из раздела для разработчиков и находим тут пункт сети которым включаем ограничивать поиск сетей вай фай это уменьшит расход заряда батареи и улучшит работу сети и также тут ниже если включена отключаем не отключать мобильный интернет эта штука не нужна потому что если у вас включен вай фай на смартфоне при включении этой штуки будет также работать и мобильный интернет что вдвойне будет кушать заряд батареи поэтому отключаем и при включении вай фай мобильный интернет у вас будет отключен теперь в общих настройках заходим в расширенные настройки языков вот и выбираем синтез речи вот тут будет синтезатор речи по умолчанию нажимаем на эту скобку и тут будут анонимные отчеты о синтезе речи заходим сюда и отключаем также чтобы не отправлять анонимные отчеты о синтезе речи хрен знает куда в общих настройках есть еще пункт местоположения и тут есть такой раздел передачи геоданных оператору связи я обычно его отключаю сервисы геолокации также захожу и выбираю геолокация google отключаю более точное определение местоположения так связь со спутниками идет чуть дольше но тем не менее заряд сохраняется лучше геолокации в экстренных ситуациях я тоже отключаю если это вам не нужно тоже отключаете история местоположений которая сохраняется на картах google и хранится там мы тоже отключаем оповещение о землетрясениях если в вашей стране таких природных событий не бывает то зачем нужны эти оповещения отключаем поиск сетей вай фай и поиск устройств bluetooth тоже отключаю потому что при включении вот этих двух функций сети вай фай и bluetooth будут находиться в поиске даже когда вы их отключите из шторки смартфона вернувшись в общие настройки выбираем цифровое благополучие родительский контроль тут нажимаем на три точки сверху управление данными использовать телефон за день отключаю закрыть доступ в настройках выбираем доступ к данным об использовании тут ищем цифровое благополучие выбираем его и доступ также запрещаем это приложуха постоянно следит за тем что вы делаете на смартфоне собирает статистику и в принципе но это некий шпион который очень сильно жрет заряд батареи но мало его вот так просто отключить выбираем доступ к режиму не беспокоить и в этом списке приложений находим цифровое благополучие выбираем его и также отключаем ему разрешение к доступу не беспокоить на шаг назад возвращаемся специальное разрешение и выбираем неограниченный мобильный интернет в списке находим и отключаем цифровое благополучие и вообще если каким-то приложением еще захотите ограничить мобильный интернет то тоже можете попробовать отключить теперь вам покажу еще одну полезную функцию которая поможет сэкономить и трафик и заряд на смартфоне сбоку на телефоне находим вот такую кнопку нажимаем ее держим появляется такая менюшка и проводим вверх выключаем смартфон и в общем то он больше никогда не сядет я больше не сяду поиски в общих настроек вписываем dns выбираем частный dns сервер выбираем частный dns сервер собственно и выбираем вручную и пользовательское имя и вписываем сюда dns.atgard.com нажимаем сохранить теперь рекламы будет значительно меньше во всех приложениях на смартфоне и также в интернете но если вы играете в игры в которых нужно для получения внутриигровой валюты просмотреть рекламу то она тоже будет отключена поэтому вот эта фишка может вам помешать используйте или нет решайте сами я использую на всех телефонах всегда вот такие настройки новые оболочки hyperos которые помогут оптимизировать систему и увеличить автономную работу смартфон обязательно подписывайтесь на канал расскажу еще о множестве разных настроек hyperos на сегодня все огромное спасибо за внимание подписывайтесь обязательно и пишите комментарии это поможет в продвижении канала за что вам огромное спасибо всего доброго и до скорых встреч